здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал бухая арифметика или как споить русский народ попалась мне значит вот такая интересная статья в которой приведен вот такой сборник задач так сборник задач противоалкогольного содержания пособия при преподавании арифметики в низших школах всех ведом составили беляев учитель и беляев врач так давайте я вам зачитаю антиалкогольных сборник задач для школьников 1914 года может и на пора вводить сборник задач противоалкогольного содержания за 1914 год это пособие при преподавании арифметики в низших школах всех ведом задачник составлен учителем беляевым и врачом беляевым на основании научно-статистических данных за период с 1900 по 1914 годов и издан кружком деятельный по борьбе со школьным алкоголизмом ребята так в учебнике рассматриваются бытовые задачи материал рассчитан на учащихся третьих седьмых классов из классов числа порядка тысяч и миллионов проценты части дроби обыкновенные и десятичные авторы советуют использовать задачники как дополнительный материал не более двух задач в неделю учебники и интересен нет не только как задачник для школьников по математике но и как статистическое пособие за 1910 13 год а вот вам ребята с пожалуйста и школьный алкоголизм наше отечество потратила в 1910 году на свою защиту от неприятеля пятьсот девяносто восемь миллионов рублей на внутренний поля порядок 160 миллионов на помощь земледелию 86 миллионов на народное образование 80 миллионов на суд 76 миллионов а пропитонаселение в том же году на 78 миллионов рублей больше всей суммы перечисленных расходов сколько пропита некто привык выпивать ежедневно по стаканчику водки ценой в пятачок если бы он перестал пить то сколько бы он сберег на этом денег хотя в одну неделю в месяц и в год каждый русский выпивает в год на круг по 12 бутылок водки сколько водки придется в течение пяти лет на семью состоящую из 5 лет из 5 человек сами понимаете что сейчас у нас гораздо больше выпивается чем 12 бутылок водки в прошлом 1913 году население россии выпил выпила приблизительно 2 миллиарда 100 тысяч бутылок водки 13334 бутылки установленные в ряд одна за другую занимают расстояние в одну версту сколько верст займут все пропитые бутылки если их установить таким же образом во сколько раз расстояние будет больше земного экватора длина которого равняется 37 тысяч пятьсот верст в семьях отцы которых были пьяницы было 57 готов детей из них умерла в малом возрасте 12 глухонемых было два дурачков идиотов 8 уродов и карликов 8 припадочных 13 с другими болезнями 5 сколько было бы здоровых за последнее время в петербурге ежегодно умирает от опоя и белой горячки по 22 человека на каждые 100 тысяч жителей знаю что число всех жителей в петербурге равняется миллион семьсот человек найти сколько человек ежегодно умирает столицы только из-за одной водки в 1913 году в россии выпито 2 миллиарда бутылок водки если их раздать по 4 бутылки каждому из жителей европе то останется еще не разданными триста четырнадцать тысяч триста триста четырнадцать миллионов триста четыре тысяч бутылок чему равно население европы в деревне никифора богородского уезда московской губернии крестьяне продавали мирского быка по этому случаю на одной не на одной неделе было создано пять сходок на 1 и на 2 сходках выпили полтора ведра водки на 3 3 четверти на 4 ведро с четвертью на 5 ведро водки и три дюжины пива бык был продан за 57 рублей сколько выручили за быка на самом деле ведро водки стоит 8 рублей 40 копеек а бутылка пива гривенник каждый американский рабочий зарабатывает в год три тысячи ой тысячу триста семьдесят рублей а пропивает и и из них каждые 10 рублей заработка штатской 10 рублей заработка 16 копеек а из каждых десяти рублей заработка 16 копеек русский же рабочий получает в год 499 рублей и пропивает 12 копеек из каждого рубля сравните суммы пропиваемые тем и другим кто пропивает больше и насколько сравните деньги остающиеся на прожитье у того и у другого у кого устаю остается больше и насколько рабочий получил субботу от хозяина заработок за шесть дней по расчету 1 рубль 25 копеек в день да за свихорочные работы за восемь часов по 50 копеек за час по дороге домой где где рабочего ждали жена и двое детей товарищи уговорили его зайти в пивную выпить бутылку пива пивной они втроем выпили дюжину пиво по 12 копеек за бутылку и выкурили 50 штук папирос по 6 копеек десяток додали половому на чай 15 копеек опьяневши пошли в трактир где выпили водки пиво заплативший все все вместе 4 рубля 35 копеек с пьяну рабочий стал играть на бильярде и проиграл 3 рубля 40 копеек проигрыш оплатить не захотел наскандальничал в драке разбил зеркало за что пришлось еще заплатить 5 рублей по дороге пьяный упал и не заметил как из кармана выкатился серебряный рубль и потерялся сколько денег и заработка принес пьяница рабочий домой своей семья хозяин 20 лет подряд устраивала 8 ноября свои именины с выпивкой и каждый раз и они обходились ему 50 рублей на круг на 21 год он по желанию своей жены устроил трезвые именины без спиртных напитков хозяева купили мясо и телятины на 550 чаю сахара и сладости на 6 рублей фруктов на 4 рубля 20 копеек муки для пирогов 30 фунтов по 5 копеек за фунт сладких вот и квасу две корзины по 2 рубля 20 копеек за корзину на трезвых именинах не было ни пьяного скандала ни драки устраивая такие хорошие именины в течение всех 20 лет сколько кроме того хозяин сберег бы еще и денег в петербурге каждым жителям выпивается в год одна одна целая семь десятых ведра водки а среднее душевое потребление водки по всей россии составляет три пятых ведра во сколько раз петербурге пьют больше чем в остальной россии кабачек имеет запасе 2000 бутылок водки 1000 бутылок коньяку 1000 бутылок сладкого вина и 400 людер пива зная что водки содержится две пятых яда алкоголя в коньяке одиннадцать двадцатых сладком вине ноль двенадцать в пиве одна двадцатая определите сколько всего яду запасено кабачеком сколько народу можно отправить отправить на тот свет этим ядом если смертельная доза для человека составляет пять шестых бутылки смех смехом я решил несколько задачек прямо скажу результат не порадовал лучшая агитация мне кажется попробуйте решить все вместе с подрастающим поколением и зарядка для ума и пользу получите по по скрипту в ингушетии в этой маленькой северокавказской республике о котором мы толком мало что знаем принят принят бескомпромиссный сухой закон алкоголь строго запрещен не только к продаже но к производству потому что заниматься спаиванием своего народа здесь видимо считается постыдным и греховным а потому недопустимым руководство республики брезгуют пополнять бюджет за счет пьяных денег и разрушенных судеб своих же земляков вот такая вот интересная статья ребята кому захочется прочитать вот эту статью читать поподробнее читайте где правит совесть законы не нужны спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания